Почему государь должен был принимать делегацию петербургских рабочих? Кто такие вообще петербургские рабочие? А завтра еще какие-нибудь электромеханики к нему придут. Вот их, значит, типа принимай. Рабочий живет как вообще, как барин. Он в сапогах ходит, чай пьет каждый день. В деревне староста так не живет, как рабочий. Писал Олег Николаевич Сталфеев. То есть понятная логика, да? Рабочие в начале 20 века были как хипстеры сейчас. Живут хорошо, получают деньги ни за что. Дрова не колют, воду не носят, хлеб не сеют. Пользуются всем готовым. Приходят себе просто на несколько часов в день. Какие-то там цеха и там что-то там со станками делают. Это что, работа вообще? Это не работа. Это все креативный класс сплошной. Получают много. Времени свободно у них навалом. Вот они, значит, там читают газеты и бездельничают. И революционные идеи в себе рождают. А 90% России это кто? Крестьяне. И за ними вообще и настоящее, и будущее, и прошлое. Потому что как же без хлебушка-то? Нельзя. А промышленность что она выпускает? Ничего полезного не выпускает. Орудия убийства. И разные предметы роскоши для развратных женщин, сказал бы, герой креативного соната. А потом еще по железной дороге все это возят туда-сюда. Портят пейзаж и полезные пахотные земли. Тоже делают неприкодными. Вот что такое индустриализация. В глазах человека начала 20 века. И только Владимир Ильич Ленин, старый упырь, понял, что это на самом деле класс гегемон. А 90% крестьян можно будет зарезать, как овец. И они, в общем, более-менее не будут сопротивляться. Будут, конечно. Но бесполезно. Ну, даже непослушно. Слушай, были большие бунты у нас были. И гражданская война была, и было все это крестьянские восстания бесконечные. Но это все оказалось подавляемо. А города были за рабочими. Потому что города были сконцентрированы вокруг промышленных предприятий. А промышленные предприятия – это много-много сотен тысяч мужчин, сытых, полуобразованных и находящихся вместе, и дисциплинированных. Наливай да пей. Вот это вот и есть революционная ситуация. Как сделать так, чтобы у тебя не произошла революция? Вот над этим надо думать. А произойдет она просто сама. Продолжение следует...